Сегодня на заседании Кабинета министров говорили о социальной политике. Поддержку получат разные категории граждан. До 8 мая по 25 тысяч рублей получат инвалиды и участники войны, лица, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Как и обещал временно исполняющий обязанности главы республики, средства на это выделены из республиканского бюджета. Эта сумма дополнит федеральные выплаты в 75 тысяч рублей. Проектом закона предусмотрено, что единовременная выплата будет производиться без дополнительного обращения ветеранов войны в органы соцзащиты на основании имеющихся в распоряжении Центра предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии сведений и без истребования дополнительных документов. Социальную поддержку получат семьи, воспитывающие детей-сирот. Исполняющая обязанности министра труда Алена Елизарова представила законопроект, в котором предлагается установить вознаграждение одному из приемных родителей. Опекуну, попечителю, осуществляющему опеку на возмездной основе за воспитание одного-двух детей по размере 3 604 рубля, за воспитание трех и более детей 5 119 рублей. При условии принятия на воспитание шести и более подопечных детей предлагается установить второму приемному родителю, либо единственному приемному родителю дополнительное вознаграждение в размере 5 119 рублей. В правительстве документ поддержали. Депутаты Госсовета Чувашии рассмотрят его на очередной сессии в апреле. Обсудили на заседании индексацию пособий гражданам, имеющим детей, ежемесячные денежные выплаты труженикам ТЭЛа военных лет, ветеранам труда, реабилитированным и лицам, которые пострадали от политических репрессий. Напомню, увеличить эти выплаты решили впервые за последние три года по инициативе временно исполняющего обязанности главы республики. Выплаты проиндексируют, начиная с 1 января 2020 года. Перерасчет планируют провести к середине апреля.